Житель всегда прав. Основной и главный тезис губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его он озвучивал и на втором областном форуме председателя Совета многоквартирных домов, который прошел в Доме правительства Московской области. Встреча была посвящена вопросам установления общественного контроля, активизации позиций собственников, а также созданию конкурентоспособной среды для управляющих компаний. Мы все хорошо знаем, что в системе ЖКХ существует огромное количество проблем. Но благодаря вашему участию глав муниципальных образований при федеральной поддержке, Государственная дума здесь присутствует, Алена Леонидовна, мы ситуацию меняем. И я уверен, что если институты дальше будут работать, мы эти изменения будем чувствовать регулярно. Я считаю, что вот эти все механизмы как раз позволяют сделать эффективным нашу систему жилищно-коммунального хозяйства, потому что во главе угла должен стоять собственник, а уже вся остальная система должна быть нацелена на то, чтобы помочь собственнику эффективно управлять собственным имуществом. Общественный контроль подразумевает работу многоквартирного дома, который контролирует качество работы текущего и капитальных ремонтов, признание дома аварийным или ветхим. На контроле и вопросы связаны с благоустройством, тарифообразованием, как в жилищном, так и в коммунальном секторе. Одним из этапов общественного контроля стало создание Советов многоквартирных домов. По словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, они появились в 50% многоквартирных домах в Подмосковье, в том числе и в Щелковском районе. На форме присутствовала делегация из нашего муниципалитета. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по ЖКХ Елена Николаева объявила, что с 1 января следующего года будут введены и штрафы в пользу потребителей за неоказание и некачественное оказание коммунальных услуг. Общественный контроль, на мой взгляд, должен сыграть существенную роль для того, чтобы эта норма заработала. И граждане, если они получают некачественную услугу, во-первых, не оплачивали бы ее, а еще и в следующем платеже штраф бы уменьшил платеж как раз на сумму этого штрафа. Коснулись на форуме и вопрос о создании проекта Всероссийская ассоциация управдомов. Вот управдом – это миссия, но управдому нужна помощь. Нужно обучить, нужно научить, нужно показать, как решаются в современном законодательном пространстве те или иные вопросы. Одна из основных задач форума – подписание их артии о сотрудничестве. Этот документ регулирует взаимоотношения трех сторон – управляющих компаний, советов многоквартирных домов и органов местного самоуправления. Каждая управляющая компания, подписавшаяся под хартии, обязуется выполнять требования и обязанности, предписанные документом. Конечно, один собственник, ему очень трудно сформировать претензию нормальную или исковое заявление в суд. Но когда хартия подписана управляющей компанией, он может обратиться к своему правдому и сказать, наша управляющая компания нарушает, либо мы заставляем управляющую компанию хорошо работать, либо помогаем собственнику составить жалобу, он идет к главному жилищному инспектору. За всевозможными нарушениями и безопасностью, связанными с правами и обязанностями каждой подписавшей стороны, уже следит жилищная инспекция. Как и многие присутствующие на форуме, щелковцы подписание хартии поддержали. Мы считаем, что это очень значимый шаг, потому что теперь управляющие компании будут под надзором ассоциации представителей советов многоквартирных домов правительства, министерства ЖКХ и государственной жилищной инспекции. И те управляющие компании, которые подпишут, действительно будут стараться выполнять пункты соглашения из этой хартии. И мы надеемся, что на рынке останутся только те компании, которые добросовестно делают свою работу. Хотим сказать, что, похоже, вопрос есть и в муниципалитетах, но мы услышали, что область идет вперед. Сегодня была подписана хартия, мы очень на нее рассчитываем, потому что это те правила жизни многоквартирного дома, собственников непосредственно, управляющие компании и министерство ЖКХ направлены на то, чтобы мы жили в нормальных и комфортных условиях, а не пользовались тем, что правительство компании отправляет нас по разным инстанциям.